Практика прямых выборов в Молодежный совет рекомендована для реализации в других муниципалитетах Ямала. Об этом заявили представители избирательных комиссий городов округа на совещании, которое состоялось в нашем городе. Рассказывает Ирина Бугрим. Муравленко – единственный город на Ямале, где Молодежный совет выбирает путем проведения прямых выборов. Формат максимально приближен к реальным избирательным кампаниям. Впервые такая практика была опробирована в 2013 году. Представители пяти избиркомов региона смогли лично увидеть, как проходит голосование на избирательных участках. Молодежь – это будущее нашей страны. И, конечно, когда наша молодежь видит, как это все происходит изнутри, и что реально можно решать проблемы не только сидя на диване, но и выйдя в люди и решая эти проблемы, то, конечно, это здорово, это похвально. И Муравленко, конечно, в этом плане молодцы. Проект выборов в Молодежный совет получил высокую оценку не только специалистов территориальных избиркомов, но и окружной комиссии. Инициатива рекомендована для реализации в других муниципалитетах Ямала. Какие мысли у меня возникли, что мы тоже хотим этот проект. Несмотря на то, что у нас в Уренгое масса других своих проектов, которые мы систематически реализуем, но это действительно огромнейшая работа, положительная очень. Положительный опыт, и когда он уже имеет результат, это как драгоценность, которую здесь надо холить и лить, и продолжать это развивать. Ну а другим муниципальным образованием, в первую очередь, это города, нужно пожелать таких проектов. Конечно, мы хотели бы, чтобы на Ямале все города включились в эту систему. Территориальные избиркомы, городские власти готовы поделиться всеми наработками по организации выборов совет. И, возможно, совсем скоро на Ямале будет проводиться единый день молодежного голосования. Тот же проект РОСС, который мы использовали для подготовки наших ребят, и он тоже вызвал определенный интерес, который тоже может быть использован для того, чтобы молодежный совет не просто его избрали, а потом с ними работали, и ребята получали определенные компетенции, которые им понадобятся в будущей жизни. Ирина Бугрин, Владислав Дроботов. Новости Муравленко.